Алишер Абдулаев, Таджикистан, город Душанбе, команда Тачфайтер. Его профессиональный рекорд три победы, титул и мастер спорта по боевому самбо, чемпион Таджикистана по рукопашному бою, чемпион Кубка Северо-Запада по боевому самбо города Санкт-Петербург. Ну и его соперника представят... Да, и его соперника представлю я, Вадим Фурсов. Соперником Алишера Абдулаева будет Жандос Каскыр Исабеков. Из Казахстана, город Алматы, команда Алашпрайт. По сути, Жандос это хозяин октагона сегодня. Его возраст 28 лет, рост 176 сантиметров. Рекорд в смешанных единоборствах. Два боя, одна победа, одно поражение, ноль ничьих. Ну и регалии бойца. Призер Казахстана по боевым искусствам 2012 года и победитель отборочных республиканских турниров по ММА среди любителей. Еще хотелось бы добавить ко всему сказанному ринг-анонсерам, что турнир Алашпрайт это один из наиболее популярнейших турниров в Казахстане. И для тех, кто не в курсе, поясню, Алаш в переводе с казахского имеет немало значений, но одно из них это боевой клич союза казахских племен. По сути, здесь такой союз, симбиоз казахского и английского языка, Алашпрайт, то есть гордость и боевой клич. Ну, примерно так, если вольно переводить. Да, Давид? Да, очень интересно. Я хотел бы заметить еще разницу в возрасте. Семь лет между этими бойцами разница в возрасте составляет, при том, что всего лишь две победы, два боя, одна победа у Исабекова и три победы у Абдулаева. То есть вот разница большая в возрасте, но не в опыте, скажем так. Вот нам сейчас как раз представляют регалии бойцов. Алишер Абухавс Абдулаев. Ему противостоит представитель Казахстана, город Алматы, команду Алашпрайт. Возраст 28 лет. Рост 176 сантиметров. Рекорд ММА две победы. Одно поражение, ноль ничей. Призер Казахстана Пожжек-Пожжек 2012. Победитель отборочных республиканских турниров по ММА среди любителей. Жандос, Каскыр и Сабеков. Более чем подробный инструктаж, ну и судя по регалиям бойцов, можно сказать, что оба парня универсальны в своей технике. Вот сейчас и посмотрим, насколько, чей универсализм выше. Вот попытка лоу. Да, лоу-кик. Проводит боец. Но пока пристреливаются соперники. Хороший был левый оверхенд, но не достиг он цели. Так, сейчас прерывают поединок. Да, были какие-то проблемы, видимо, там покрытие было мокрое. И поединок возобновляется. Снова лоу-кик. Ну, мы видим, что весовая категория 77 килограммов, то есть полусредний вес. Достаточно быстрые ребята. Да, практически без раскачки начали этот бой. Без всякой разведки. Попеременно они меняют свое положение в октагоне. Кто-то первым, кто-то вторым. И вот такие вот качели происходят. Да, вот от клетки сейчас неплохо действовал. Но не попал Супермен панчем. О, тут уже и легкие провокации мы видим. Хороший миддл-кик. И такая рубка началась уже. Посмотрите, дорогие друзья. Тем не менее... Попытка прохода в ноги, да? Да, первая за это время, за первый раунд. Такие размашистые удары у Абдулаева. Да, пока бойцы больше стараются работать в боксерской технике. Вот сейчас мы видим попытку перехода в борьбу. Да, и как бы на гильотину-то не нарваться. Ох, хорошая двоечка сейчас прошла у Исабекова. Плотно стоят на ногах бойцы. То есть заряженные, можно судить по этому, что заряженные на один жесткий удар. Нокаутирующий. Хороший лоу-кик. Внутренний. И, судя по всему, весьма эффективный. Но там, похоже, попал в запрещенную зону, в область паха. Да, то есть, возможно, и нарушение правил какое-то мы сейчас видим. Да, судя по тому... Ну да, судя по тому, что дает время на восстановление бойцу. Не все чисто. И предупреждение, да. И предупреждение выносит устное пока Абдулаеву. Возобновляется поединок. Выдергивает на себя Абдулаев соперника. Отдает ему центр ринга. Вернее, клетки, прошу прощения. Еще одна попытка удара от сетки. Ох, это нокаут. Да. Похоже, это нокаут. Да, все верно. Вот это да. Один удар решил, все. Да, ну, в принципе, такой исход вполне ожидаемый. Учитывая то, что насколько открытый бой предложили друг другу соперники. Очень рискованной манере. Да, каждый шел друг на друга. Все хотели закончить поединок как можно скорее. Но ведь именно такие бои любят зрители. Согласен, Вадим? Да, я абсолютно с тобой согласен, Давид. И вот сейчас Жандос поблагодарил Алишера за поединок. И церемония награждения.